вот удивительная природа дальнего востока видно поваленные деревья с нашего берега мыла и унесло и туда то есть вот здесь была где течет вода сейчас где фарватер тут была дорога я даже боюсь подходить а ну он даже подо мной под мы то ответственная то есть это вот все кусок прямо так метров 7 до туда смыть промыть течением зато где была река вот камни нанесены да и вот я сейчас по лесу это тропу уже проломали вот видно протоптали жители давно я не был собственно не был сентября как наводнение пошло в рост где-то мы в начале сентября выбирались с товарищем мясо поесть или в конце августа я уж не помню числа может даже в конце августа и вот такой вот ужас вот видно дорога и смыта полностью но так вопрос о том как вообще осваивать дальний восток я уже сто раз говорил в передачах и насколько сейчас именно меняется и климат и все остальное то есть насколько много воды в таежных реках то есть вот она текла тут всю жизнь да и вот эта дорога стояла со времен собственно создания города просека было и вот тут ее вот смыло вдруг то есть неспроста перемена такая климата была тут машины ездили ну это уже не первое наводнение то есть вот этот прямой участок изгиб получился то есть река текла вот туда тут вон огромные просто охренеть сумасшедший тут вот где было течение вот под этим берегом был обрыв сейчас осталось яма такая стоять в ней на ракете хорошие не рестница так как наверно смула корни тут было еще одно здоровье и вот на гребло какие кучи вот представляете купаться можно то есть глубина метра два два с половиной сейчас уровень воды уже маленький тем не менее и там он деревья повыворачивал я вот иду и удивляюсь сам вышел на природу прогуляться проветриться от говнеца от этого выхлопных газов если шумит в камере то извиняйте ну полюку я уже показал да то есть чтоб все это учесть нужен опыт проживания здесь это не всегда ровно вот какая глубина в то же время идеальное место для отдыха будет если по почистить нормально ну никому это не нужно то есть будет все насыпать песочку бы по берегу на следующий год был бы прекрасный пляж на он ключики бьют а так она заявлено из глина корягами конечно неприятно вот такие вот чудеса пойду дальше смотришь еще много удивительного тут река просто на себя не похоже как будто я оказался где-то на гури на одном из притоков какой-то неумоверной ширины для нее раза в два в три шире чем она была при этом плюс широченный с тихим течением с глубиной вот этот опять обрыв косогор смыла то есть дорога опять таки шла вот она дорога и вот она шла вот это все смыло вон дерево упало то есть дерево было справа справа то есть она была со стороны берега со стороны где проезжали то есть она была нормальная широкая практически автомобиль на час вот уже куда-то в лес пошел это напор воды то есть отмывая все лимончик лиана ну и вот уже смой к чаю можно отгрызть какой кусочек веточки вот глубина там на накида где-нибудь стоит ну рыбе хорошо рыба хотят нереститься ну конечно вообще потрясающе ах все это пропадет ну вот никаких работ это черта города как ни крути по укреплению берегов это парковая зона и вся эта розе вот уничтожает вот эти ясень это ясень ясень да вот рыбы я не вижу может уже умерла стоять до чего чего не было до усилий посмывал высоту этот грунт вот а вот в остров и унесло извините сопливлю удивительных короче вот ведущая мне куда видеть а потом будут изучать была такая исчезнувшая цивилизации халобыстей обрыв как в этих да и там видно что вот глубина какая она темная даже дна я не вижу даже сверху блин узнал бы можно было взять спиннинг даже при таком количестве спокойной блесну и воблера покидать кстати вот вроде там рыба то есть я восхищен чудесами природы тем что происходит в мире городские для которых все асфальт все стандартно светофор и указатели они вот этих перемен не замечают движение в динамике в земле в планете в том что количество воды какой-то неимоверное прет абсолютно три раза больше чем по норме а то есть 4 что вот вода меняет свою циркуляцию я про это много раз года три говорил на канале что резкая активация стихии воды что вода вот и не изменяет свою даже структуру ну и на физике тоже вот видеть изменение рельефа изменения вообще количество осадков количество прокачиваем воды все смыло то есть вот где деревья там там от был берег то есть туда зашло он намыл опять коз обалдеть ну прям точно губ такие шпирика ты коряги вот он красавец растет кедренок как много нужно времени и в том числе везения любви чтобы из этого такого маленького кедра вымахал гигант на котором держится лес как вот этот кедр огромный вот на котором нужен шишки он все позбивали птицы да и люди вроде сейчас я к нему попробую подойти вот я уже показывал других фильмов так где-то здесь тропа пробита доходили к нему за шишками шишек почти нет хотя было полно все пора стащили бурундуки и птицы люди иголки попадали вот она такой на чем держится тайга вот это последнее богатство которое уничтожается нашими хищниками но какие они наши ублюдки просто китайцами всякой мразью которые видят в нем только два метра древесины больше ничего не не видишь он кормит что он укрепляет берег тайгу кормит кучу животных да и человека тоже вот ветку сломала ураганом ухнулась тогда еще она зеленая была в августе какой воздух чистый дает кислород варвары дегенераты поэтому цивилизация дегенератов должна вымерить я конечно потрясен это мягко сказано вот здесь на месте где много лет у нас была база огород и много-много чего интересного безумия просто произошло то есть все кусок тайги смыть он какой огромный пень вы ворочину его тоже принесло гигантский просто кстати похоже или на липу или на кедр больше на липу похоже да по вот она и вот тут тоже метра четыре просто то есть кусок тайги дорожки нет тропинки все смыто чертям я просто я шоке и кстати упала дерево которое было наклонная куда упала то тут было наклонное дерево огромное заметное видимо все таки а вон кусок его так вот дупло где-то должно быть вон он вон там он смотрю и просто глазам не верю что то такое прям трансформация реальность так и все эти вот уплыли деревья то есть вот остров где я палатку тестировал в прошлом году его часть смыла часть на мыло накидала ночью прижала выкосила просто выкосила под ноль ивняк ту протоку вообще засыпала обходную вон она мелкая зато здесь глубже стало сейчас я ворот конечно же не перейду потому что все течение идет под этим берегом глубина просто не для но еще сильная вдобавок ямы не стало вот что творит природа да ну-ка сейчас день и я не вижу наклонного дерева пойду я поищу сейчас такой был яркий ориентир заметный так я на него не слазил собирался собирался не собрался его смыло к чертям вот она тропинка вот она пошла она наклонность дальше должно быть вот первый спуском и тут опять ураганом навалило веток деревьев тысячи ураган прошу выкорчевала к чертям всю просто жесть вот это формат да вон скворечник вижу да вот появилась тоже не было грухнулась ну вот она упала так наклонная где-то она ухнула там овраг вот смотрю не узнаю впечатление что вы прям исчезла вот так вон вижу лежит похоже вон она упала до что-то мистика какая-то прям трансформация природы покосила все у меня конечно есть горелка великолепная походная вот которую я уже как-то весной показывал но все-таки душе хочется настоящего живого огня развести костер поэтому вот он костерочек на погроме на этом вот нашел я ниже своего базового лагеря когда-то бывшего теперь на его месте ничего нет даже смыло нз где были спички зажигалка хлебушек чаю печеньки на хлебушек сухарики конфетки в общем все уничтожил снаряжение для костровища там цепочки для котелков вообще конечно дичь зато дров дров немеренно дров на зиму теперь хватит вечная проблема зимой которая стояла с дровами на пару лет точно и не будет хотя трудно загадывать на два года учитывая какой вот погром какое все размытое попробую я трансляцию начать может чё прокатит ухты зацепило полотенце еще искупаться хотел где-то место надо найти но сейчас вот места нет какой живой огонь жизнь продолжается в новых условиях новые идеи солнечные новые усилители новая акустика новая музыка без 10 12 надо сказать что ко всему приятному есть маленький момент подванивает дохлечком ну то есть мертвой рыбой такой трупный запашок присутствует поэтому воду надо кипятить подольше на всякий случай все таки вещь опасная пути на чтобы не травануться ничем в принципе достаточно уже можно заваривать чай великолепная горелка лимонник еще веточки а я забыл ложку придется ножом мешать о как стреляет сейчас попробуем искупаться чай готов попробую я сделать кино слепить из разных кусков в примитивном позорном редакторе от windows 10 который редактором нельзя назвать давно не баловал фильмами титров конечно не будет и прочих спецэффектов увы уныло вот казалось бы более производительные компы навороты а возможности к творчеству практически никаких бесплатно с тебя за все требуют какие-то сумасшедшие деньги частности как вчера снесли джулию лондон вот обратите внимание до что моментально какие-то другие допустим каналы юзают что попало у них не сносят потому что боятся новых технологию пыли потому что технологии жизни технологии га био они компьютер на цифровые они бесят серых этих тварей некроманты ну что они хотят загнать всех концлагерь электронный не электронный мечта у них и да и перспеки вообще чтобы человек был подключен и никуда не выходил ну то есть то что матрица вы видели но надеюсь это не то будущее этой цивилизации потому что мы сейчас ушли в другой рукав галактики кто смотрел на млечный путь искал его и не находил тут надеюсь понял что что-то не так в космосе но еще не дошел а все эти картовые детишки которые там рассуждают о плоской не плоской земли а переписана история они те же дети компьютеров те же идет и которые боятся реальной жизни просто и у них отсутствует возможности жить полной нормальной живой жизни они дети компьютерной шизофрении такой то есть им на каждый материал нужно какая-то ссылка в интернете если ссылки вот на этот камень не существует в интернете значит его нет это их логика дебильная поэтому спорить с дегенератами посевшими уже на наркотик цифры бесполезно ну собственно я этим не занимаюсь надо полдень 12 часов самое время чтобы окунуться ух все приготовлено раскочегарен костерок чтобы не замерзнуть погнали давненько я не нырял что-то не не могу я место найти так что была нормальная глубина и босиком походить камни кстати не сильно холодный градусов так 10 8 поэтому блин все замыло раньше тут была яма большая но вода конечно вот здесь может тут тоже ямы нет ну ладно пойдет окунуться вы пока любуйтесь видами реки а я пошел погнали к костру сушиться потому что полотенца ветер сильный не спасет надо живого огня обязательно после холодной купили ли у печки или все лучше живого костра постоять так и чаю 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 наверно да с паштетиком да с паштетиком да с паштетиком ну да пока я тут ходил он уже поподгорел малопланяне ну просто великолепие ё-моё не хоть вот стоять китайский штатив никак не хочет ровно стоять сдувает его вроде не дышал я на него вроде трезвых где у меня тут бутерброды ну просто кайф неимоверный друзья да удалось очень выбраться на гур из-за воды на сплав ну сейчас уже поздновато в одиночку просто можно по изменившемуся там еще вода больше чем здесь по изменившемуся руслу просто заплутать на один день не знаю в одиночку конечно я не решился ну чем черт не шутил мало ли какие возникают вот так вот дальний восток с вами юрич вот такие у нас в общем дела сапог у меня нет но такой драйв и трэш я не рассчитал хотя знал что будет будет конечно сюрпризы всякие ну вот что вот такие вот дела да он там река уходит в лес прям просто вон там поэтому все удивительно ну пол первого моцион закончил он сколько деревьев парам поломано залом можно идти по делам энергии лет на 5 восстановился энергии зарядился позитивный костер догорел что не догорела залито в общем самое лучшее время конечно сентябрь подкачал ну перенеслось на октябрь пока снега нет еще горит да все уже все тут ничего не сгорит грохот там дальше тоже город то есть эта река идет здесь вот парк как бы лесопарковая зона а дальше вон видно антенна дальше там опять она выходит в промзону попробуем слепить что получится какой фильм муж сильно не ругать и не пеняйте ну старался как мог